Добрый день! В эфире ток-шоу «Давайте обсудим» и с вами его ведущая Аиша Киреева. Сегодня тема нашей передачи связана со священным месяцем Рамазан, во время которого все верующие мусульмане будут соблюдать пост Ораза. Уважаемые телезрители, вы можете принять участие в нашем разговоре. Телефон прямого эфира указан на ваших телеэкранах. Сейчас я хочу представить гостей, которые участвуют в нашем ток-шоу. Костаубаев Мурат Бек, Мухтархан Л, Наиб Имам, мечети Западно-Казахстанской области. Клирик Кафедрального собора города Уральска, архистратига Божия Михаила Иерей Алексей Потапов. Максим Митрясов, это житель города Уральск. Нурмухамедова Екатерина, также жительница нашего города. И Кадралеева Айсулу Каиршановна, врач общей практики поликлиники номер один. Значение слово «пост» переводится как «воздержание». Первый вопрос мой связан с тем, какие именно ограничения есть во время этого месяца. Айсулу Каиршановна, врач общей практики поликлиники номер один. Я сотворил джинов и людей только для того, чтобы они мне поклонялись. Уроза является поклонением, которое совершается ради Аллаха. Поэтому уроза есть ограничение. Это у нас ограничение от еды, от пищи, от питья и близости между мужем и жены. Еще это обязательное воздержание, которое человек должен совершать. И тоже является обязательным воздержанием плохие поступки, злословия, которые могут помешать или уменьшить благо от урозы человека, который в позиции. Потому что наш пророк сказал, что нет нужды, в общем, смысл хадиса в том, что если человек, держащий пост, держащий уроза, будет злословить, будет ругаться, не будет воздерживать свой язык и свои плохие поступки, то от его воздержания никакого толка нет, говорится, в хадисе. Поэтому человек должен воздержаться и воспитывать себя в лучшую сторону, имея в этот священный месяц Рамазан. Обязательным является воздержание еды, пищи и близости, и на близости является. Кто должен соблюдать пост уроза? Соблюдать должен каждый мусульманин. Во-первых, он должен быть мусульманином. Во-вторых, акль, то есть здравомыслящим человеком, то есть психологически неуровешенный, нет, ему не обязательно. Мусульманин, акль и балих, то есть человек, который достиг совершеннолетия. Это в исламе, это можно сказать, дети уже примерно от 13 лет, от 13-14 лет, уже им тоже обязаны держать пост. И все люди, которые не в сафаре, то есть не в пути, и которые не больны, здоровы, они могут, все одни должны держать пост. Скажите, пожалуйста, в какой период времени в этом году будет проходить пост уроза? В этом году у нас по сто раз будет 29 дней, не 30, в этом году будет 29 дней. А что является нарушением во время поста? Можно сказать, например, именно подробнее об этом? Нарушением, ну, в первую очередь является человек, если будет кушать или пить. Ну, если, конечно, человек это забудет, от этого пост не портится, так как пророк Солстерам сказал, что от забывчивости это не портит пост. И близость, вот то, что обязательно, которые должны нарушать пост. Если вот человек забыл именно, вот можно об этом подробнее? Ну, да, например, человек забыл и начал кушать, там, не знаю, или начал пить. Если он уже наелся, прямо, ну, да, этого все, пообедал как положено, потом только вспомнил, что он, оказывается, он уроза, это не портит пост. А какие молитвы? А если, например, он при процессе, например, он кушает, кушает, и вспомнил, что он уроза, думает, да, ладно, я же все уже покушал же, и дальше продолжать кушать, то это портит. А если он, когда он вспоминает и в это время останавливается, то это не будет портить уроза. После этого, я так понимаю, что еще надо несколько дней будет продлить пост. Да, если испортить, например, пост, если даже, например, человек будет болеть, или он будет в пути где-то, эти дни он потом возмещает, после Айдфиттер, после Айд, после Айдбил возмещать. А если специально он будет это нарушать, специально, то это у нас называется кофарат, то есть наказание ему будет уже держать пост непрерывно 60 дней. Это так и написано в Коране, как наказание 60 дней. Какие молитвы и пожертвования необходимо делать во время поста? Ну, необходимо, это у нас есть Айд, Айд Фиттер Садаха называется, который обязательно дается в этот священный месяц, но длится до Айда, то есть до праздника, до последнего дня, до Айда длится. И в этом году Фиттер Садаха на каждого человека, это 200 тенге, как было в прошлом году, 200 тенге на каждого человека. Ну и другие благие дела, так как говорится в Коране, в хадисах пророка Залава Алиссарам, что все деньги, которые делаются в этом священном месяце, это увеличивается на 10, на 700 и еще более много раз. Поэтому все блага, все хорошие дела, все намерения делать в этом месяце в пресс-садах. Вот можно подробнее пожертвования Айд Фиттер, можно заменить другими ценностями? Да, можно заменить его, например, финиками, виноградами, потом это уже будет, конечно, дороже, там уже будет где-то, если считать такими вещами, например, финиками и виноградами, это будет уже дороже около примерно 3 тысяч, но на каждого человека в этом году это у нас 200 тысяч, можно там пшеницами и так далее. Спасибо, у нас есть телефонный звонок, мы сейчас выслушаем вопрос телезрителям. Алло, здравствуйте, задавайте ваш вопрос. Добрый день, ваш вопрос. Здравствуйте, я хотела задать вопрос Емману, можно ли министра Амазана? Можно повторить ваш вопрос? Так, можно задать вопрос, можно ли лежать после 3 дня, начало Амазана, посередине дня и в конце 3 дня? Спасибо. Так как, это вопрос уже был в прошлом году, так как месяц Амазан является обязательным постом, делать в начале, в середине, в конце 3 дня делать это нельзя. Я так думаю, что это взято с того, что пророк с Амазаном каждый месяц в начале держал уроза, каждый в середине месяца тоже держал уроза, в конце месяца держал уроза. И может люди, ну, например, я когда тоже был маленький, мне тоже дед с бабушкой говорили, дедушка с бабушкой, там пока ты маленький, пока там в начале, в середине, в конце 3 дня подержи, в следующем, где ты посмотришь, вот так-так и привыкнешь. Ну, я так и привыкал, первый год я так держал, но не знал, конечно, что это нельзя так. Обязательного уроза это надо держать все 30 дней. А это 3 дня в начале, в середине, это, думаю, это взято, что пророк с Амазаном так делал, это в другие дни, в другие месяцы, но не на Амазан. То есть неправильное толкование. Да, нет, да, с начала до конца. Потому что многие жители города, в принципе, спрашивают и задают такие вопросы, и думают, что, например, если первый раз держишь по 100 раза, действительно можно продержать по 3 дня в начале, середине и в завершении. Ну, я так думаю, это ушло до того, чтобы люди как бы привыкли потихоньку-потихоньку к этому пришли. Но месяц Рамазан делить нельзя, надо 30 дней полностью держать. Спасибо. У нас в гостях отец Алексей. Вы представитель христианской религии. Расскажите, пожалуйста, подробнее вот именно о вашем посте. Как все проходит? Ну, у нас в церкви и в жизни, получается, у христиан 4 больших поста. Это, как вы знаете, это Великий пост, Петров пост, Петра и Павла, когда празднуется 12 июля окончание поста. Успенский – это когда Успение Божьей Матери. И Рождество, Рождественский пост. Это вот самые 4 больших поста. Целью, конечно же, не является, то есть, как сказано святыми отцами, что пища не отдаляет от Бога. То есть, можно, конечно, есть и описанный конкретный устав, когда, сколько есть, как, что есть, но, тем не менее, Господь же смотрит на нас не то, что мы будем выполнять по букве, допустим, если я буду соблюдать это все, ходить, говорить, что я вот так вот, делать скорбный вид и все проще, но тем самым не творить добрых дел и не жить действительно христианской жизнью. Как Господь говорит, милости хочу, а не жертвы, в первую очередь, конечно же. У нас также есть еще однодневные посты, это в среду и в пятницу. В среду это воспоминание, что когда Иудам Искариорским был предан Господь наш Иисус Христос в Гефсиманском саду, воспоминание этого дня, и в пятницу, когда произошло само непосредственно распятие Господа нашего Иисуса Христа. Есть также, в основном, кто хочет, более глубоко воздержаться от усовершенствоваться, то еще добавляют в понедельник. Ну, зачастую это происходит на сегодняшний день, к сожалению, только у монашествующих людей и непосредственно у священнослужителей. Так что целью является не то, что мы съедим, или то, что мы… Больше всего, что мы скажем, как мы поступим, и как наша жизнь впоследствии протечет, и стану ли я камнем преткновения для кого-то в жизни. То есть вот это самое главное, чтобы я никого не обидел и исправлял свое нравственное состояние, духовное состояние, то в первую очередь, конечно же, на это все смирится. Потому что сказано так, что я вот недавно как бы прочитал тоже такие слова, и вот сказано так, что «но меру и поста, как бы воздержание, как говорят святые отцы, пусть служит наша совесть». То есть человек должен сам внутри себя, в частном порядке уже понимать, сколько ему нужно, то есть невзирая на то положение, или занимая ему должность на сегодняшний день, кем он, дворником, или на каменоломне работает, или работает сидя за компьютером. То есть сам пусть человек поймет для себя меру, ту меру, сколько ему нужно съесть, сколько ему нужно как воздержаться и все прочее, что в первую очередь, конечно, было для поддержки его физических сил, и, конечно, направить в борьбу с нашими страстями, с нашими немощами, так как Господь говорит, что сей род, эти наши страсти, это наше греховное состояние, изгоняется только молитвами и постом. И также изначально, хотел бы сказать, что Господь, когда вышел на служение роду человеческому, тоже так же непрестанно молился в течение 40 дней. Так же Иоанн Претеча молился всю свою жизнь и постился, вкушал только траву, как сказано в Евангелии, и дикий мед. По примеру, ну, конечно, это для молодых очень особо полезно, что молодой организм, чтобы, как бы, большую часть, я так понимаю, чтобы на физическое тело. Но целью является, конечно же, духовное состояние каждого православного христианина. На это нацелен весь пост. Отец Алексей, насколько мне известно, христиане держат так же раз в год большой пост, который соблюдается на протяжении 40, если я не ошибаюсь, дней. Можно вот подробнее? Там ограничения в еде происходят не как у мусульман в течение светового дня, а именно ограничения, например, в употреблении мяса или еще других продуктов. Да, конечно, у нас нету... То есть, в пост, когда начинается Великий пост, мы не вкушаем пищу животного происхождения, то есть, это яйца, молоко, мясо, еще что, рыбу даже не употребляясь, только в единственный день, получается, на Благовещение Пресвятой Богородицы вот разрешается рыба, вкушение рыбы. Вот так. У нас в гостях врач общей практики. Скажите, пожалуйста, вот с медицинской точки зрения, какова разница именно нагрузки на организм соблюдения, например, поста, ОРОЗа или поста, которые соблюдают все христиане? Ну, как уже было сказано, христианские посты, они все равно пищу употребляют же, а во время ОРОЗы вообще в течение светового дня они вообще не употребляют, даже они воду не пьют. Вот в этом отношении, конечно, сложно, потому что нарушается питьевой режим. Это сказывается, конечно, на организме. Основенно весной у нас усиленно работают выделительные функции, которым, наоборот, необходимы. Вода, сами знаете, первый необходимый источник. Вот в этом отличие. С медицинской точки зрения, какие именно улучшения в организме происходят, когда человек держит пост? Это улучшается обменный процесс, ну, немножко потому что в это время они же не употребляют животного в происхождении продукты. Конечно, хорошо работает кишечник, и это профилактика онкологических и заболеваний кишечника, потому что ограничение вот этих животных, жиров, приводит к тому, что хорошо работает толстый кишечник, здесь начинают вырабатывать свои нужные микроорганизмы, которые ограничивают огниение, брожение. Вот в этом отношении. А самое главное – это профилактика онкозаболеваний. На вашей практике были ли такие люди, которые исцелились, например, во время поста? Да. Дело в том, что в это время даже происходит снижение веса. Это самое главное. У нас в основном сейчас идет, как сказать, ну, склон к полноте. А это приводит ожирение ко всем таким заболеваниям, как гипертония, ишемическая болезнь, самые наши отверстия. И во время поста, когда люди немножко ограничивают себя в этом, у них нормализуется давление. Ну, конечно, злостным гипертоникам не рекомендуем, а те, кто, например, могут себе позволить, ограничить можно. Давайте подробнее остановимся на том, кому можно все-таки соблюдать пост, а кому вы не советуете? Всем считающим себя здоровым людям можно. Это даже будет им лучше. Они немножко себя уверенность приобретут. Ну, я же говорила, лучше обменные процессы. А нельзя, как всегда, беременным, кормящим, детям, подросткам и онкологическим, и больным с сахарным диабетом, которым нужно, наоборот, употреблять пищу. Были ли люди, например, которых вы встречали, которые во время поста себя начинали плохо чувствовать и со стороны врачей были советы, чтобы отказались от воздержания? Да, потому что современные люди же привыкли хорошо питаться. А это резкое ограничение, это вот приводило к тому, что начинались, наоборот, обратные изменения. Наоборот, повышалось давление, повышалось сердцебиение, одышка, все это может привести. Резко нельзя ни в коем случае. Это надо к этому постепенно приходить. Он должен себя, организм настроить. И самое главное, настроив в себе. Внутренний настрой. Хорошо, мы сейчас вернемся к нашей теме. Примем еще один телефонный звонок. Алло, здравствуйте, задавайте ваш вопрос. Ага. Добрый день. Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста. Я хотел задать вопрос святому отцу. Вот у меня машина есть, я в аварии, нас постоянно на ней попадают. Я хотел узнать, вообще такое возможно ее осветить? Спасибо. Конечно, это самый распространенный вопрос. То есть машину-то, пожалуйста, в храм приедьте, да, можно осветить. Но тут зависит я, опять же, возвращаюсь больше человека. Возвращать нужно к тому, что не к самому факту происходящему, а к тому, как я живу. Почему со мной это на сегодняшний день происходит? Почему я именно такой? Почему люди со мной разговаривают, даже если я ни в чем-то не виноват, или где-то как-то, то все равно я для кого-то являюсь камнем преткновения? Почему так? Вот так вот. Нужно на это, конечно, внимание свое обратить. Почему? Может быть, я быстро езжу, может быть, я что-то не соблюдаю, где-то какие-то правила, которые установлены государством в отношении дорожного движения, или еще что-то. Вот, конечно, и не исключен всякие разные, ну, факторы. Вот, ну, на этом не нужно зацикливаться. А так, пожалуйста, двери храму всегда открыты. Можете приехать полседьмого, в семь часов утра, в любой день, недели. Пожалуйста, приезжайте, можно осветить машину. Да? У нас в гостях Екатерина. Насколько я знаю, у вас интернациональная семья. Вы могли выбрать как между христианской верой, так и ислам. Расскажите, пожалуйста, вот чем вы руководствовались в выборе веры? Ну, это в первую очередь то, что ближе и легче лежит по душе. То, что ближе для восприятия, то, что ближе для понимания. И та среда, в которой ты все-таки больше проводишь времени. У меня так сложилось, что как бы среди двух религий, да, да и вообще множество всех других, мне оказалось ближе православие. Вот, собственно, и все. Поэтому, как бы, это было уже в осознанном возрасте, когда ты сам принимаешь решения, и сам, в принципе, за них ответственный. Вы сами держите пост? Да, я стараюсь. И это тяжело. Это тяжело. Тяжело воздерживаться, и к этому нужно, в принципе, очень долгое время морально идти и морально готовиться. Екатерина, многие девушки придерживаются поста, например, с целью похудеть. Были у вас такие мысли? Ну, это как минимум глупо, наверное, потому что для того, чтобы похудеть, есть диета, есть спортзалы, есть какие-то другие способы, а пост – это в первую очередь вещь духовная, и поэтому как бы опускать ее до уровня похудеть, ну, не стоит. Здесь в первую очередь речь идет о том, что задуматься о душе и воздерживаться не ради того, чтобы у тебя какой-то внешний вид был, а ради того, чтобы на душе спокойно стало. Отец Алексей, вот мой предыдущий вопрос также адресован вам. Многие девушки или даже мужчины, в принципе, держат кост для того, чтобы бросить курить или, например, сбросить вес. Вот правильно ли это? Ну, я вам скажу так, что начиная, если до революционного времени, то есть духовный и нравственный уровень всех людей, населяющих, допустим, определенные участки земли, то есть духовно настолько люди были подкованы, что, ну, как бы, об этом даже разговора не возникло. Вот, как и на сегодняшний день, люди хорошо были, знали, допустим, как происходит богослужение, в какое время, с чего оно состоит, для чего это, как это. И то есть похудение или бросить курить не являлось средством для этого. То есть я опять хочу сказать, то что пост – это и есть исправление самого себя. То есть человек должен просить у Бога в эти дни покаяния и осознанного понимания, что, Господи, вот я несовершенный человек, я сам по себе не могу. Покажи, как бы себя со стороны увидеть, нужно просить у Бога, чтобы хоть на минуту, на какое-то мгновение своей жизни, чтобы человек посмотрел на себя со стороны, что какой я человек. Я могу, конечно, я для себя, я хороший, я найду для себя оправданий, что так или так. Но со стороны, когда мы себя видим, мы оказывается здесь, мы слабые, здесь мы оказывается и даже в пище себе огородить, как говорится, в некоторый момент их своей жизни не можем. Почему это происходит? Вот потому и сказано, что наши страсти, те, которые нас, как говорится, бьют по мере того, согласились мы с этим или не согласились, от них мы страдаем всю свою жизнь. Вот так вот. Спасибо. У нас в гостях Максим. Вы также были, скажем так, у Вас было право выбора. Расскажите, пожалуйста, вот как Вы именно держите пост в то раза? Ну вот начну сначала с того, как я вообще к этому пришел и так далее. У меня мама тоже христианинка, и вот смотрела, как она пост держит, и так далее, тоже пробовала держать. И вот отец у меня, ну, в исламе, мусульманин. Вот. И я начал интересоваться, то есть и там, и там, как бы смотреть. То есть начал выбирать, что, как пост подержал. Начал вот готовиться к Рамадану, вот когда первый самый Рамадан у меня был. Я начал перед ним готовиться. То есть не сам Рамадан держать, а перед ним. То есть я попробовал, как это. И попробовал держать, и очень хорошо себя чувствовал. То есть и духовно, и физически. Трудно ли было все-таки в течение месяца отказаться от пищи, от воды? Ну, конечно, да, это сложно. Но, тем не менее, как бы я готовился к этому. То есть я свое тело подготавливал к этому. И как бы все хорошо прошло полностью. Я выдержал там первый пост, я полностью все продержал там все 30 дней. Какие ощущения у вас были именно после поста? Ну, после поста, когда... Ну, у нас праздник же после поста. Вот такое радостное, как бы настроение такое. Спасибо. У нас в мечетях организуют АУС-Ашар. Расскажите, пожалуйста, подробнее про эту церемонию. У нас в области есть 40... Больше 40 мечетей в области находятся. И это в деревнях, в районах, в центрах, в городах. Во всех мечетях организуется, организует АУС-Ашар. Делает в нашей мечети. Это примерно... И в общей сложности сказать, примерно собираемся охватить около тысячи человек. И АУС-Ашар будет длиться каждый день. Например, в городе, во всех трех мечетях. Каждый день будет длиться. Это было и в прошлом году тоже так же было. Сначала до конца АУС-Ашар это будет шала. По поводу ночи Хадартана. Расскажите, пожалуйста, как правильно в эту ночь проводить время? Да, священный месяц Рамазан. Он священен тем, что в месяц Рамазан есть Хадартан. Как бы священная ночь для леда Хадар. Но эта ночь была не способна Коран. Правильное, конечно, проведение этой ночи – это Айбадат, то есть поклонение Аллаху. Поклонение – это может быть, например, если человек знает, читает, умеет читать, он совершающий мусульманин, он будет совершать намаз, будет делать поклонение, поменять Аллаха. А те люди, которые не знают, им, конечно, лучше. Например, есть люди, которые думают, главное, что ночь просидеть, не спать. Конечно, это не так. Надо, чтобы ночь провести, надо поклонение провести. Те люди, которые умеют читать Коран, читают Коран, но поменение Аллаха – это уже является, это уже является, как сказать, поклонением. Например, сказать бисмилля, во имя Аллаха – это уже является поклонением. Поэтому для других людей это, наверное, лучше прийти в мечеть, провести, конечно, можно и дома, но с пользой и для себя, и для своего духовного, духовной сферы. Так во всех мечетях Хадартан, Ля-Ля-Ль-Кадр организовывается полностью, начиная программа, там бывают проповеди, намазы совершаются, потом и в конце этого, и в сухур, то есть начинание поста вот так делается. Некоторые жители нашего города, например, не держат сам пост, Ораза, но в Кадартана они не спят. Правильно ли это? Будет ли от этого польза? Да, да, конечно. Каждое поклонение, например, он важен, каждое поклонение, например, из каждого поклонения будет, так скажем, спрос, да, вот так скажем, спрос будет по отдельности. И здесь вот тоже хочу сказать, например, есть люди, которые говорят, ну, раз ты не читаешь намазы, зачем тебе Ораза, это не считается. Это нет, это неправильно. Намаз – это поклонение, поклонение. Пост – это поклонение, например. Там также, скажем, если вот покрывало для девушек, это тоже поклонение. И от каждого из них будет спрос отдельный, по отдельности. Поэтому даже если человек не читает намаз, он обязан держать пост. И его пост, если он правильно будет соблюдать, его пост будет принят Аллахом, Миша Аллах. И также Ля-Ля-Тал-Хадар, вот священная ночь, священная ночь Ля-Ля-Тал-Хадар, его тоже нужно провести с поклонением Аллаха, упоминать Аллаха, полезным человеком таким вот занятиями, как бы сказать, в этой мере и в следующей мере, чтобы... Поэтому каждое поклонение исламе будет спрос отдельно, по отдельности. Поэтому надо каждый соблюдать. У нас есть еще один телефонный звонок. Мы выслушаем вопрос телезрителям. Алло, здравствуйте. Мне подсказывают, что звоночек у нас сорвался. Есть во время поста молитва Тараок-Намаз. Она производится в вечернее время суток, ближе к полуночи. Например, в Павлодаре автобусы продлили именно во время месяца. Есть ли у нас сервис такого рода, чтобы жители могли благополучно вернуться домой? Ну, да, это во всех городах, конечно, каждый год старается что-то организовать для людей, для мусульманов, чтобы они могли прийти, чтобы с дороги тоже могли готовить автобусы. Но на это мы тоже как бы договариваемся. Сейчас, пока вот до начала Романзана, тоже хотели бы, чтобы так было. Там автобусы, чтобы хотя бы развели людей до помощи. Это еще обсуждается. Мы готовим, стараемся, чтобы так было. Эту молитву нужно проводить именно в мечети. Да, вторых намазов. Нет, именно в мечети, конечно, с жамаатом блага будет больше. То есть, если человек придет в мечеть, почитай с другими мусульманами, от этого будет блага больше, чем он один дом будет читать. Ну, а так, вторых намазов можно и один дома читать, можно и с жамаатом, в этом никаких проблем нет. Будет принят, да, конечно, вторых намаз будет принят. Хорошо, у нас есть еще один звонок. Алло, здравствуйте, задавайте ваш вопрос. Добрый день, мы вас слышим. Здравствуйте. Ассаляму, арахматуллахи, 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 всех поздравляю с наступающим рамаданом. У меня, как бы, не вопрос, я хотел это предупредить, вот Максим и Екатерина, по-моему, да, они вот сказали, то, что у них отец мусульманин, а мать христианка. тут надо, не знаю, правильно, наверное, говорить, то, что у них, получается, отец, это как бы просто этнический мусульманин, а не мусульманин, потому что, если бы он бы мусульманин был, у него жена христианка не была бы. Пусть правильно говорят вещи. Здесь, наверное, телезрители, насколько я понимаю, может быть, неправильно понял, Максим и Екатерина, они не являются супругами. Это абсолютно, ну, два человека. Нет, вопрос на другую. О родителях. Да. О родителях вопрос идет. Вопрос о родителях. Вот объясните, пожалуйста, если так случилось, что семья интернациональная, имеет ли право человек выбирать религию по именно крови, скажем так, по отцу? Ну, по шариату, так как написано в Коране, мусульманин может ему разрешать жениться на христианке или еврейке. Можно, потому что они являются людьми Писания. Да, мы их уважаем, их можно жениться. Но здесь еще один момент. Если мусульманин женится на христианке или там еврейке, желательно, чтобы она стала мусульманкой. Если нет, то можно и так оставить ее, можно оставить своей религией и проявить ее уважение, ну, и жить, как надо. Но дети будут мусульманами обязательно. Тут нет, там, я подумаю, там, не знаю, как ближе, где ближе. Нет, только такого нет. Если отец мусульманин, ребенок должен быть мусульманином. А мусульманка может выйти замуж только за мусульманина. Тут уже за христианина, за еврея вообще нельзя, категорически запрещается. если, например, в семье... Почему? Потому что ребенок в семье, он будет придерживаться веру отца, по-любому, не матери. Поэтому, так, мусульманин может взять другую, другую религию, люди писания, крестьянки великие. Но даже если отец не является мусульманином, обязательно. Можно также принять веру в ислам и продолжать традицию? Кто? Если отец не является мусульманином. А, да, да, ну да, у нас есть, да, такие люди, которые там когда-то женились, потом пришли, там, жена казашка, отец русский, потом пришел, так-то так, уже дети, и принял ислам. Если это так, то можно. Если муж будет принять ислам, то еще можно. А в других случаях вообще запрещается мусульманин выходить. Насколько я знаю, в христианской религии также нет ограничений именно в брачных отношениях. Можно жениться на человеке любой национальности. Ну да, просто даже бывают такие ситуации. Вот я буквально месяц или два назад освещал квартиру в нашем городе, вот, и там парень мусульманин, его супруга, получается, христианка, они спокойно, нормально все. У них, я осветил квартиру, у них же та же, и Коран лежит, и все. Самое главное тут не то, что он мусульманин, и она христианин. Самое главное, само отношение какое. Мы же, допустим, сейчас, если говорим, допустим, как постятся мусульмане, или как постятся православные христиане, самое главное в нашей беседе, я так понимаю, и так оно и есть, по факту, что обе религии говорят о том, что должно быть единство, согласие, мир, и то взаимоотношение, которое мы увидим на сегодняшний день в нашем Казахстане. вот это самое главное. А там то, что кто-то что-то съел, что-то сказал, или что, это такие вопросы второстепенные, я думаю, как бы, нецелесообразно даже поднимать эти вопросы, или что-то такое. Самое главное, то, что не то, что на словах, а то, что по факту мы видим на сегодняшний день, какое отношение, и как наш президент, Нурфултан Абишевич Назарбаев делает, вот, в нашем государстве помогает и мусульманам, и христианам, вот, то есть, не словами, а делами, то есть, и это мы наглядно видим, и как однажды на Пасху года два-три назад приезжал к нам митрополит Александр, вот, который был в нашем городе, когда привозили на поклонение православным христианам икону Божьей Матери Казанские образы, вот, вот, сказали так, что в Астане, когда происходило само пасхальное богослужение, то на присутствии в конце, по окончании службы глава государства наш прибыл туда, чтобы поздравить от всего Казахстана, от всего народа, вот, поздравить православных христиан с таким великим торжеством, со святой, светлой Пасхой, вот, и сказал так, что над нашим Казахстаном возделы свои крылья огромные птицы, которые, из одной из крыльев, это традиционный ислам, а второе крыло, это и есть православие, так что, и это не на словах мы слышим, его делами это подтверждается, и нашими жителями это, слава Богу, очень большой плюс для нашего города, в частности, и для всей страны. у нас есть еще один телефонный звонок, давайте его примем, алло, здравствуйте, задавайте ваш вопрос. Добрый день. Да, да, мы вас слышим, задавайте вопрос. Да, 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 да. Спасибо за ваш вопрос. про очищение жена могил, мы уже говорили в прошлом, на прошлой неделе, мы объявляли, что будет день, родительский день, скажем так, в переводе с русского. Да, не совсем родительский, да, вот, да что, джамоат все пошли в могилы, как бы сделали там, убирались там, каждое, это мероприятие делается каждый год, мы это объявляли на джамо-намаз, когда вот, там собралось больше тысячи человек, объявляли, и в тот же, на завтрашний день, все имамы ездили в могилы и там присутствовали, читали Коран, это все делали. А родительским днем, конечно, у нас нет, в исламе такого. Почему? Потому что родители надо уважать каждый день, а не какой-то определенный день, там, не знаю, в году. А то, что мы читаем, например, намаз и читаем Коран, делаем, делаем дуа, да, за умерших, это, как сказать, каждый мусульман это делает в течение времени. Каждый день после намаза он делает дуа за всех за умерших. А родительского дня у нас, как сказать, нет такого. Официального как такового дня. Но вот каждый, ежемесячно, каждый год определенный день, вот, чтобы там ехать в могилы, там, делать уборки, это все есть, объявляется, как положено, в мечети, и все делается. В этом году, насколько мне известно, он был немного перенесен. Да, 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 перенесли на неделю, он был перенесен, да, потому что так. Для наших телезрителей можно сказать, где можно, например, именно узнать подробную, правильную информацию по поводу ислама, получить определенную литературу, или может быть, сайты вы можете посоветовать, где можно узнать точно расписание, время намаза, как и что должен совершать мусульмане. Да, сейчас правильная информация, это очень важно в наше время, так как мы знаем, сейчас есть нетрадиционное течение ислама, которое сейчас является тоже большой как бы проблемой для нашего общества. Ну, конечно, официальные сайты у нас, это Азан Кизет, Муртият Кизет, там Фатува Кизет, есть сайты, которые при Духовном управлении мусульман Казахстана. И, конечно, главным источником, так сказать, информации, правильной информацией, это являются сотрудники, которые, ну, имама, который работает в мечети, официально назначены, имама, который работает в мечети. Поэтому любой религиозный вопрос, человек должен, ему лучше обратиться в мечеть, и в мечети не там, кто, не тем, которые просто там сидят, или кто-то прошел и уходит, нет, именно имам, который там официально работает. Это самое лучшее, что может делать людей, потому что в других случаях это может быть, потом, конец может оказаться печальным. потому что это есть в практике, поэтому улучшилось к имамам обращаться. Отец Алексей, также по поводу христианской веры, кто может дать достоверную информацию? Я, как всегда, на каждой встрече говорю так, что у нас, слава Богу, на сегодняшний день не то атеистическое время, которое было в коммунистское время, то есть 70-летие безверия, но вот когда все это было в тайне, что было все осторожно, что за это исключали со школ там и всякие организации. На сегодняшний день, слава Богу, у нас в церкви открытые, священники, слава Богу, грамотные, все есть, приходите, интересуйтесь. Просто в большинстве людей в основном проблема такая, что молодежь стесняется в силу своей юности, возраста, может быть, даже где-то от гордости, от каких-то страстей своих, то есть подойти осознание того, что я не знаю, но я же должен подойти, узнать для себя, это же мое, то есть я православный христианин не то, что я ношу на себе крест, нет, то есть я своим образом жизни показываю, то есть это образ жизни, какой я, когда ученики спросили на тайной вечере у Господа, что Господи, как узнают нас, что мы есть православные христиане, по делам по вашим, да будут видеть ваши дела и скажут, что вы, и будут видеть, что вы есть православные христиане, а не то, что, к сожалению, на сегодняшний день мы видим очень много молодежи, и в детстве, которое приносит детей крестить, вот, их крестят, я всегда говорю так, и в Евангелии сказано так, тот, кто без страха Божия принимает какое-то или относится, ну, безответственно к какому-то таинству церкви, и без страха Божия приступает к таинствам церкви, тот сам себе в проклятие вменяет, то есть можно покреститься, пожалуйста, человек приходит, невзирая там, 20 лет ему, 30 лет ему, 15 или 8 лет, или 1, или 40 дней ему, или 8 дней ему, принесли в церковь, покрестили его, и он, если не осознает, что есть такое христианство, если он не работает, в изменении своей жизни и духовной, и нравственной, то, как смысл вообще крещения, я не являюсь православным христианином, то есть при каком-то, допустим, обстоятельстве, как мы на сегодняшний день видим, мы можем увидеть людей, которые говорят, да, я был православным христианином, но я так и так, я скажу, я них, конечно, не осуждаю, святые отцы говорят так, что никогда, не осуждай и не принимай, просто хочу сказать такую истину, что тот человек, когда с Божьей помощью понял и осознал хоть на минуту своей жизни, что есть такое христианство, и православная жизнь, то никогда в жизни, никогда в жизни не отречется от этого, из-за чего мы видим очень много святых на иконах, мучеников, которые пострадали за веру христианства, то есть десятитысячными, сотни тысячами людям было проще принять смерть, потому что они понимали, что это такое и как вот так вот. Спасибо, отец Алексей. Наше эфирное время подошло к концу, благодарю гостей в студии за активное участие. Ну а с вами, уважаемые телезрители, мы встретимся в следующих выпусках ток-шоу. Ураза Айт Кабл Болсен, Мейрам Анзбен. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА